О каких изменениях нужно знать гражданам в новом квартале 22 года? Итак, проиндексированы социальные пенсии, новые коэффициенты для расчета ФОСАГО, уточнены условия льготной ипотеки, ряд изменений коснется детских выплат, мер социальной защиты и списания долгов по потреб кредитам. Подробнее об этих и других новшествах мы поговорим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. 1 апреля за счет ежегодной индексации пенсии выросли на 8,6%. Напомню, такие пенсии платят нетрудоспособным гражданам, которые постоянно проживают на территории России. Есть социальные пенсии, в частности, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Свыше 200 банков должны обеспечить гражданам более полный доступ к сервису быстрых платежей. Теперь клиенты всех этих банков с помощью мобильного приложения СБП могут не только совершать быстрые переводы между физлицами, но и оплачивать покупки по QR-кодам. Сведения о банковских реквизитах, кредитные организации, согласие физлиц могут предоставлять реквизиты их счетов в ЕСИА. Сведения о счетах в дальнейшем будут использовать органы и организации для перечисления соцвыплат. Уточнили имущественные критерии, которые учитываются при назначении Ежемесячный выплат на ребенка от 3 до 7 лет Ежемесячных пособий женщине, вставшим на учет в ранние сроки беременности Ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет Заявитель может приложить документ о том, что зарегистрированные на него или членов его семьи транспортные средства и техника находятся в розыске или под арестом В таком случае их не будут принимать во внимание при определении имущественного положения И при расчете среднедушевого дохода семьи, среди прочего, теперь учитываются выигрыш в лотерею, тотализаторах и других играх, которые основаны на риске Теперь договоры ДМС трудовых мигрантов должны действовать на всей территории России Ранее речь была лишь о тех субъектов России, где планировали работать такие сотрудники Напомню, начала действовать новая таблица коэффициентов Болус-Малус Коэффициент страховых тарифов зависит от количества страховых возмещений в предыдущие периоды Этот коэффициент страховых тарифов зависит от количества страховых возмещений в предыдущие периоды Если ранее такой коэффициент КБМ составлял 2,45, то теперь 3,92 Минимальный КБМ снизился, изменения могут отразиться на цене полисов ОСАГО Правительство уточняет условия льготной ипотеки Новая ставка составляет не более 12% годовых Напомню, до 7 апреля ипотеку можно взять по ставке 7% Теперь минимальный размер кредита или займа повысит с 3 миллионов рублей до 12 миллионов Для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях И 6 миллионов рублей для жилья в остальных регионах Туристический кэшбэк 30 апреля подойдет к концу срок оплаты путевок, по которым турист мог получить возмещение стоимости в размере 20%, но не более 20 тысяч рублей Напомню, программа действует для поездок по России Среди ее условий оплата карты МИР Минимальная длительность проживания в гостинице 2 ночи Срок окончания поездки не позднее 30 июня С 1 мая банки не смогут по умолчанию списывать выплаты из спецперечня В счет погашения долгов по потреб кредитам Нужно будет дополнительное согласие заемщика в отношении конкретной выплаты С 1 июня органы и организации, которые предоставляют меры соцзащиты в беззаявительном порядке Смогут использовать банковские реквизиты граждан информационной системы, так называемой ЕГИСО Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления выплаты Физлицу направят информацию о ней через портал госуслуг Система идентификации болельщиков На официальных спортивных соревнованиях идентификация зрителей и участников будет обязательной С помощью системы идентификация болельщиков станут ввести реестр электронных персонифицированных карт Чтобы получить такую карту, болельщику нужно подать заявление на портале госуслуг Ну и как же без изменений в ФССП? С 20 июня ФССП будет без участия в должностных лиц принимать ряд решений Например, о возбуждении исполнительного производства или отказе в этом О взыскании исполнительского сбора Об этих документах участник исполнительного производства сможет узнать с помощью портала госуслуг С 29 июня для упрощенной идентификации клиенты смогут направлять кредитным, страховым и иным организациям номер водительского удостоверения При приеме от клиентов физлиц страховых премий по договору МОСАГО и КАСКО Идентификация не понадобится Если сумма не превышает 40 тысяч рублей, сейчас порог идентификации для всех страховых премий составляет 15 тысяч рублей Регистрация недвижимости и кадастровый учет Заявление о постановке на кадастровый учет о госрегистрации права на недвижимость нельзя будет высылать почтой Придется либо подавать документы лично на бумажном носителе, либо направлять в электронном виде Лечение детей Для оказания медпомощи детям врачи в ряде случаев смогут назначать лекарства не по инструкции Друзья, пишите ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал Жмите ваши лайки и расставляйте приоритеты правильно Сначала знания, потом действия